Спасибо большое, очень интересно. И мы продолжаем тему практик, продолжаем вот этот вот наш кластер цифровой доступности, о том, как можно использовать современные информационные технологии, гаджеты, коммуникаторы для того, чтобы дети с аутизмом, собственно, преодолевали свой главный дефицит, дефицит социального взаимодействия, коммуникационный дефицит, для того, чтобы они учились общаться, общаться на разные темы, строить диалоги. К нам уже, я вижу, подключились наши следующие спикеры. Мы сейчас продолжаем наш такой парад практик, который начала Ольга. И теперь с нами Александра Бурцева. Александра Бурцева, она куратор ресурсного класса школы 1536, методист ресурсного центра благотворительного фонда «Искусство быть рядом», «Искусство быть рядом» соорганизатор нашего фестиваля. И Сергей Андреев, ведущий занятий ресурсного центра «Искусство быть рядом». Коллеги, здравствуйте. Мы вас приветствуем на нашем фестивале. Мы рады, что вам удалось к нам подключиться. У нас сегодня были сложности, такие, как испытывают многие из наших детей, может быть, ежедневно, при попытке куда-то подключиться. У нас сегодня был глобальный сбой, но нам удалось его преодолеть. Сейчас, я думаю, вы расскажете о том, как ребята с аутизмом преодолевают коммуникационные сложности на ваших занятиях. Вы нам расскажете о формировании коммуникативных и социальных навыков подростков с аутизмом с помощью использования электронных технологий, гаджетов. Сергей, Александр, можете включать микрофоны. Показ экрана вам доступен. Все, мы видим презентацию. Да, здравствуйте. Приветствую тоже всех. Большое спасибо за предоставленную возможность представить наш доклад и нашу работу. Спасибо за представление нашего фонда. Да, фонд «Искусство быть рядом», он существует с 2016 года и был организован инициативной группой родителей как раз для поддержки детей с раз, ресурсных классов. И в целом основными задачами фонда являются задачи социализации и образования, инклюзивные задачи для детей и подростков с раз. Собственно, наш большой проект, ресурсный центр, его основные направления как раз развитие социальных и коммуникативных навыков и уже предпрофильных. Вот сегодня я бы хотела рассказать о одном из направлений наших занятий, которые проходят вот уже на протяжении, получается, полугода под, так сказать, предводительством Сергея Андреева, который главный ведущий этой группы. Это группа «Кибернетики». Можно следующий. Да, собственно, «Кибернетики» — это такой коммуникативный клуб для подростков с раз в возрасте от 10 до 16 лет. Это групповые занятия, я там чуть позже буду рассказывать более подробно, как все формируется. И давайте начнем. Вот, собственно, идея «Кибернетиков» появилась, она витала в воздухе, на самом деле, мне кажется. И мы ее как-то вот вместе организовали, потому что проблемы коммуникации — это ведущие проблемы у детей и подростков с раз. Да, все, кто с ними работает, все об этом знают, что это ведущие дефициты подростков с раз. И очень часто коммуникативная инициатива или ответ на нее для ребенка с раз не является, ну, как бы мотивационной, да, он может в ней не нуждаться на таком уровне, как нуждаются, там, допустим, его одноклассники. Вот, или, точнее, способы этой коммуникации для него не очень подходят. И поэтому, собственно, в «Кибернетиках» мы можем показать, как мы развиваем коммуникативные и социальные навыки, но с помощью других способов, да, потому что это важнейшие жизненные компетенции, они никуда не деваются, в них все равно остается потребность у детей сразу. И, как бы, наша задача, как специалистов, найти те самые подходящие способы для реализации этой потребности. Собственно, мы начали с того, что видов коммуникации довольно много, да, если, как бы, себя не ограничивать, то помимо, понятно, вербальной коммуникации, невербальной в виде, там, допустим, жестов, мимики, нашей позы, есть еще несколько других видов коммуникации. Современный мир вообще диктует новые условия и показывает, что, например, есть, помимо, там, допустим, письменной вербальной коммуникации, есть способ через печатание, и есть способ через передачу своего сообщения символами, да, то есть мы пытались найти те формы коммуникативных навыков, которые как раз можно будет развивать у подростков с раз, и которые будут ими эффективно применяться, и которые они будут хотеть применять в жизни, потому что это самое важное. Поэтому среди современных средств коммуникации, да, различных гаджетов, различных планшетов, ноутбуков, чатов и так далее, мы выделили для себя несколько преимуществ, которые как раз показывают, насколько это подходит для подростков, вообще для людей с раз. То есть, во-первых, это удобство в использовании, да, всегда есть твой телефон под рукой или твой планшет под рукой, очень быстрая передача сообщения, да, то есть скорость передачи сообщения от одного к другому, она очень быстрая, и ребенок сразу может получить обратную связь. Вот, кроме этого, не всем подросткам сразу нравится, скажем так, общаться вживую, да, поддерживать, допустим, глазной контакт им бывает физически сложно, либо в целом, например, соблюдать дистанцию между людьми чисто на таком физиологическом уровне, они могут не понимать, да, эти социальные дистанции, не понимать правила, не понимать, как себя вести, или, допустим, им может быть слишком много общения, если оно просто происходит, например, в классе или в группе, если мы говорим, да, вот, допустим, о инклюзивном образовании, то слишком большое количество людей может как-то влиять на их там поведение, да, и на их сенсорную систему, и поэтому как раз коммуникативные средства общения в виде, да, вот всяких digital средств современных, они просто решают эту проблему, да, нет этого контакта, то есть коммуникация сохраняется, а вот этот вот барьер, который им мешает, да, в коммуникации, он просто убирается. Вот, кроме того, высокая скорость обучения. Почему? Ну, обучение я имею в виду коммуникативным навыком, вы сейчас это увидите в наших примерах. Почему? Потому что сам по себе этот предмет, он мотивационный, да, очень часто людям сразу просто нравится, в принципе, все, что связано с гаджетами, и давно не секрет, что, например, и в ресурсных классах, и в ресурсном центре, и в других разных центрах тоже применяют электронные носители, да, для того, чтобы, электронные средства для того, чтобы обучать каким-либо навыкам, в том числе и через какие-то приложения, через презентации, через какие-то видео. В целом, да, вот этот вот способ обучения, он становится таким более мотивационным, более удобным, то есть ребенок для подростков, он хочет его использовать, чтобы коммуницировать. Это суперважно, особенно для подростков детей с рас, потому что мы все знаем, что мотивационная сфера у них достаточно сложная бывает, да, может быть, ограниченный репертуар интересов, может быть, вообще почти ничего не нравится, очень сложно найти, что нравится и так далее. Вот. Кроме того, в таких средствах коммуникации есть очень много возможных вообще видов обмена информацией, то есть это не только словами или карточками, да, мы можем еще отправлять фото, да, отправлять какие-то смайлики и так далее. То есть вот это разнообразие, оно, во-первых, может закрывать различные потребности в коммуникации, да, у человека с раз, но еще и учить его разнообразным, ну, как бы социальным навыкам именно в этом смысле, то есть кому что можно отправлять, да, кому нельзя, то есть с кем это допустимо, такая там, да, переписка, такой стиль общения, а с кем нет. Ну и кроме того, естественно, это огромная возможность вообще повысить качество жизни подростка, да, расширить круг его друзей и знакомств, найти себе друзей по интересам. Это как такой именно клуб, то есть, да, мы это даже именно представляем, позиционируем как такой вот клуб, кружок по интересам для ребят, а не только вот в формате чисто такого обучения, как урок, когда это происходит, например, в школе, да, чтобы это было более мотивационно. И найти общение как бы не заканчивается, то, что Сергей будет об этом говорить, только не ограничивается только вот этим клубом во время занятий, то есть ребенок, подросток имеет возможность общаться и в другое время, да, в этом и смысл, чтобы у него была такая же возможность, как и у других подростков, которые переписывают со своими друзьями, со своими одноклассниками вне учебы. Это более похоже на, приближает нас к такой реальной жизни. Вот, собственно, перед тем, как запускать группу, да, запускать, точнее, обучающий процесс, мы, естественно, оценивали коммуникативные и социальные навыки ребят, и для этого у нас было несколько инструментов, то есть, поскольку у нас изначально был инструмент, первый, это телефон, в принципе, вот гаджет, это телефон, то нам, конечно, нужно было посмотреть, на каком уровне, в принципе, навыки наших участников, да, то есть, может ли он его там включить, может ли он там найти чат, вообще, может ли он там напечатать сообщение, ответить на звонок и так далее. Собственно, здесь нам помог такой инструмент диагностического тестирования, как AFL, он как раз для адаптивных социальных навыков. Там, правда, единственный вот раздел про телефон, он, конечно, не идеальный, я вам сразу скажу, но это такая основа, на которую уже мы смогли накладывать то, что необходимо нам, и уже думали о том, какие конкретно диагностические критерии нужны нашим ребятам для того, чтобы обучаться коммуникативным навыкам через электронные средства, да, то есть, мы смотрели навыки печатания, есть ли они у ребенка, на каком уровне, то есть, может ли он перепечатать слово, или он еще там на слух, или ему нужна визуальная подсказка по картинке, да, может ли он вообще распознавать картинки, может ли он выполнять инструкции на слух, да, групповые, то есть, много-много-много всего, как бы, входит в эту большую компетенцию. И, соответственно, мы поставили себе несколько целей обучения, в первую очередь, конечно, коммуникативные цели, но они пересекаются и с такими социально адаптивными навыками, да, то есть, все очень так питьеватно пересекается, переплетается. Собственно, такие базовые цели, как для нашего клуба, мы поставили это, естественно, приветствовать в чате и прощаться в чате, да, очевидно, разными способами, да, то есть, мы помним, что у нас различные формы коммуникации здесь, не только просто напечатать слово, там, привет, вот. Кроме того, это отправлять фото, там, свое, или что-то, если нужно что-то сфотографировать, отправлять голосовые сообщения, да, как и что это делать, собственно, непосредственно писать в чат, отвечать участникам в чате или писать что-то свое, свое сообщение, ну, и, конечно, использовать именно вот этот гаджет для работы во время вот этого клуба, да, то есть, слушать инструкцию, вот, и печатать ответ уже туда, именно в чат. Собственно, про сам вид занятий тоже немножко расскажу. Это, естественно, групповой формат занятий, то есть, не по одному, в этом иначе просто исчезает, как бы, смысл главной нашей цели. Естественно, ограниченное количество участников, это 6-7 человек. Кроме того, мы использовали открытый формат группы, то есть, все-таки у нас могли присоединяться участники в течение, там, определенного количества времени, когда группа набиралась, и обязательно у нас присутствует тьютерская поддержка в течение всего занятия. Но количество тьютеров у нас на вот трех человек, соответственно, на вот это количество участников. То есть, в целом, здесь присутствует такая, все-таки, история самостоятельности каждого из подростков. И, конечно, нам было необходимо после выставления целей и после диагностики установить некоторые критерии вступления в группу. Во-первых, у нас есть возрастное, ну, не то чтобы ограничение, это, скорее, просто диапазон. Мы считаем, что это как раз актуально именно в этом возрасте, да, то есть, это такой младший подростковый период и, соответственно, уже старший подростковый период, 10-16 лет. То есть, ребятам в этом возрасте действительно актуально, общаться и хотеть общаться с другими детьми – это такая актуальная цель. Вот. Кроме того, все-таки уровень базовых навыков по разным направлениям развития должен быть, ну, если достаточно высокий, то, по крайней мере, по некоторым направлениям развития он должен быть достаточно хорошо сформирован, да, то есть визуальное восприятие на уровне распознавания различных картинок, различных сортировок, вообще сопоставления объектов, конечно, эти навыки должны присутствовать. Кроме того, речевые навыки тоже должны быть достаточно на таком, ну, хотя бы среднем уровне, потому что есть очень много обращенной речи, все-таки есть много в целом, это такой интервербальный, да, навыки, то есть навыки диалога, вот, которые уже на их основе, да, мы формируем обучение по тем целям, которые мы поставили. Вот. То есть сюда, естественно, относятся и наименование, да, понимание обращенной речи, навыки диалога, письменная речь, имеется в виду здесь печатание, вот, потому что, кстати, матрукс, конечно, там ничего не нужно было. Вот. И тоже такой очень важный момент, на который хочу обратить внимание, так как это групповая работа, групповой формат, и обучение довольно интенсивное, то, конечно, нам необходим просто стабильный уровень сотрудничества и отсутствие критических видов нежелательного поведения. Тоже поясню, почему. Во-первых, тьютерская поддержка у нас все-таки исходит из того, что часть самостоятельности мы оставляем на ребенка, нам это тоже важно, чтобы не формировать зависимость от подсказок и не формировать такую зависимость вообще от тьютерской поддержки, что ребенок в итоге не может проявить никакую инициативу в диалоге и в печатании и так далее. То есть тьютер, скорее, здесь нужен как такая направляющая, организующая помощь, да, это обязательно. И критический вид нежелательного поведения, то есть, естественно, какие-то агрессивные, например, виды поведения или самые агрессивные виды поведения, то есть что-то опасное. В принципе, как и любой поведенческий аналитик, я могу сказать, что в первую очередь мы должны тогда решать именно эти задачи, да, а коммуникативные задачи вот в таком новом смысле, они все-таки уходят немножечко на второй план, потому что в первую очередь нужно тогда разбираться вот с такими видами поведения интенсивными, да, если они еще там интенсивные, длительные и так далее. Вот, то есть мы тогда идем как бы по приоритетным путям развития. Вот, естественно, у ребят есть, в принципе, в группе Сергей, я думаю, тоже про это отдельно уточнит, есть, конечно же, какие-то нежелательные виды поведения. Вот, тоже расскажем, как мы с этим справляемся, но все-таки мы смотрим, используем либо чек-листы специальные по поведению, где собираем данные, да, о том вообще, какие формы и виды присутствуют нежелательного поведения, либо мы можем заполнять преграды по BIMAP и смотреть, да, там, установление руководящего контроля, поведенческих трудностей и так далее, там, допустим, какой-нибудь сенсорной защиты, потому что все-таки, опять же, это групповая работа, я повторюсь, то есть важно, чтобы ребенок вообще умел находиться в группе и заниматься там, да, если у него не сформировано это учебное поведение, то в первую очередь мы сформируем его, а уже потом вводим в группу и занимаемся вот этими коммуникативными навыками в электронном виде. Вот. Засим передаю слово Сергею. Он сейчас расскажет более подробно о формате нашей работы, о том, как все это организовано, приведет несколько примеров. Сережа. Да, еще раз добрый день. Я надеюсь, меня слышно. Я, к сожалению, вижу только презентацию и не могу ориентироваться на ваши реакции, так что подождите. Сергей, вас слышно очень хорошо и видно презентацию, да. Мы именно для того, чтобы избежать сегодня тех эксцессов, которые у нас были в первой половине дня, перешли на такую закрытую платформу, где вы видите только спикеров участвующих. Вот. Но поверьте, у нас сейчас нас смотрят на платформе ВКонтакте 1200 человек, и все вас внимательно слушают. Вот. Если будут какие-то вопросы, я потом вам рекомендую. Спасибо большое. Соответственно, да, мы сейчас расскажем вам про нашу внутреннюю кухню и начнем с того, как мы вообще организовываем нашу обучающую среду. Повторюсь, наше занятие подразумевает очный формат, к тому же он групповой, то есть дети находятся на занятиях непосредственно в нашем ресурсном центре «Добрый». Основным критерием является техническое оснащение для каждого ребенка. В этом случае у нас большинство детей приносят свои телефоны или берут телефон своих родителей. Также присутствуют планшеты, но в случае, если телефон отсутствует либо был забыт дома, как иногда бывает, мы в рамках центра предоставляем детям ноутбуки, которые тоже заведомо существуют, и на них реализованы входы всей необходимой для нас платформы. Также во время нашего занятия всегда есть визуальное сопровождение в виде презентации, про которую мы чуть попозже поговорим подробнее. Конечно же, присутствует преподаватель, ведущий, который задает направление, выдает основные инструкции, в принципе, руководит происходящим. Ну и тьютерское сопровождение. В основном тьютеры у нас помогают детям в случаях, если выявляются какие-то проблемы с подключением, либо задание подразумевает набор каких-то более сложных символов, чем просто буквы либо цифры, тогда они вступают и оказывают непосредственную помощь. Также на тьютеров возлегла очень важная и ответственная задача – это сбор данных. Был проведен небольшой тренинг предварительный. И сейчас у нас вся наша работа фиксируется, делается это для того, чтобы впоследствии мы могли отслеживать какой-то наш… ну, в общем, то, с чего мы начинали, к чему пришли, какой прогресс был реализован. Соответственно, методы обучения, которыми мы используемся, они все основаны на вмешательствах прикладного анализа поведения. В первую очередь, это моделинг, то есть, да, мы демонстрируем нашим детям какое-то целевое поведение с помощью модели либо тьютера, либо ведущего. Также подразумевает имитацию в группе, то есть все процессы, которые происходят, они групповые, ответы групповые. Соответственно, у ребенка есть возможность ориентироваться также и за тем, что делают остальные участники процесса, а непосредственно на инструкции, которые он может получать от преподавателя. Также у нас разработана такая многоуровневая мотивационная система. Дети в процессе занятий зарабатывают наши так называемые локальные киберкристаллы, которые впоследствии они могут обменивать на различные призы в конце занятия. Это помогает регулировать некоторые процессы, связанные как раз с появлением какого-то нежелательного поведения либо банального отвлечения на какие-то свои дела. То есть это очень простая система, которая позволяет вернуть участника в рабочий процесс, так как у всех детей очень, так сказать, активная позиция по поводу сбора этих самых кристаллов. Всем очень хочется впоследствии что-то себе приобрести. Конечно же, мы используем систему подсказок, причем это абсолютно различные модальности, начиная от презентации, которая в течение всего занятия присутствует в визуальном плане и демонстрирует какие-то дополнительные подсказки. Также это подсказки со стороны тьютеров, как физические, так и вербальные. Инструкция различных модальностей подразумевает, что в рамках нашего занятия мы отправляем как и текстовые сообщения в плане я отправляю детям и текстовые сообщения, различные фотографии, селфи, смайлики. Иногда мы даже слушаем какую-то музыку или просто аудиальные стимулы, поэтому задействуются, в принципе, все категории, которые ныне известны нам. Также у нас есть определенные правила, которые мы постоянно проговариваем в начале нашего занятия. Эти правила также помогают держать определенную структуру, использовать технику безопасную и так далее. Собственно, давайте рассмотрим сам формат занятия. Все начинается с презентации, как я уже говорил. У нас есть визуальное расписание, которое позволяет детям, нашим участникам, понимать, что будет происходить, в каком порядке. Это снижает уровень тревожности и страхов перед неизведанным. Соответственно, здесь мы всегда ориентируемся на наше непосредственное расписание. Что касается правил, у нас есть правила непосредственного, интересного поведения в группе. То есть бывают ситуации, когда необходимо говорить одному, о всем слушать. Также бывают ситуации, связанные с групповым ответом. Соответственно, это все постулируется в презентации. На каждом этапе занятия, в каждом задании ребенок может отследить, что сейчас от него требуется. Также мы уделяем некоторое внимание безопасности и всяким социальным нормам, которые подразумевают, что использование техники не должно взаимнимать все свободное время. И лучше посоветоваться со взрослыми, то бишь с родителями, можно ли взять телефон. Также не забываем о том, что безопасное расстояние необходимо придерживать для того, чтобы наши глаза оставались здоровыми и не уставали в процессе занятия. И напоминаем про нашу мотивационную систему. Вот непосредственно здесь видно, что все кристаллы можно поменять на призы. Причем каждый приз стоит определенную сумму. Призы от занятия к занятию меняются. Здесь приведен только вот непосредственно наш недавний набор. Тем не менее, все, что мы находим интересным и удобным в плане ценовой политики, нашей взрослой ценовой политики, все это может применяться. Никаких проблем в этом нет. Также мы часто советуемся с родителями, чтобы было бы интересно и полезно получить их ребенку. Собственно, потом происходит приветствие в групповом чате. Здесь у вас продемонстрирован небольшой фрагмент, в рамках которого видно именно текстовые сообщения. Тем не менее, периодически мы отправляем селфи, ну, то есть фотографии самих себя, какие-то жесты из разряда «Привет», там, галочка и все остальное. Тем не менее, конечно, основной акцент оставляем на непосредственно текстовом общении, потому что именно его мы хотим развить, потому что оно более доступно в окружающей нас среде, что касается и общения с верстниками, с родителями. К этому мы, по крайней мере, хотим прийти. И, как вы видите, у ребят достаточно неплохо получается это делать, это делать своевременно и, по большей части, без каких-либо подсказок. Следующий этап нашего занятия подразумевает уже непосредственно какую-то групповую активность. Чаще всего это различные категории, которые изначально выбираются перед началом занятия и далее начинают обсуждаться в процессе вот этого нашего общения в чате. Здесь будут представлены небольшие фрагменты. Чаще всего это выглядит так, что мной задается какой-то визуальный стимул. Также на презентации в этот момент появляются непосредственно вопросы. То есть в данном случае с жар птицей, например, ребята видят, что их спрашивают, кто это. В чате появляется фотография. Дальше за ними остается задача дать верный ответ. Если они сами знают, как это правильно написать и как это нечто называется, то они непосредственно начинают печатать. Тем не менее, всегда есть визуальная подсказка на доске, которая позволяет также ориентироваться. И некоторые ребята прибегают к групповой имитации, то есть начинают печатать за со своими соучастниками. Ну вот здесь некоторые примеры. Здесь мы обсуждали различных мифических животных, музыку, различные инструменты, страны, мультики. Ну то есть здесь я пытаюсь продемонстрировать, что на самом деле вот этот вот размах тем, которые также сами по себе могут быть также мотивационными для детей. Например, у нас есть один мальчик, который очень любит динозавров. Вот. И такая тема у нас тоже была. Она позволяет подстраиваться под запросы детей, позволяет каким-то образом расширять их мотивационные сферы. Обсуждение становится живым, интересным и, самое главное, очень активным. Вот. Это, в принципе, основная часть, на которой мы сейчас фокусируемся. То есть мы вот как раз занимаемся такой вопросно-ответной методикой. Тем не менее, есть и другие возможности взаимодействия в чате, которые мы собираемся вводить в дальнейшем. Один из таких вариантов – это, например, различные навыки с голосовым помощником Алисой. Периодически мы к ним прибегаем во время занятий. Они подразумевают, что у нас есть Яндекс.Станция. Уже в экосистеме Яндекса есть различные классные навыки, которые доступны для потребления со стороны пользователей. Чаще всего мы берем какие-то подвижные игры оттуда, чтобы размяться и привести дух с занятия, немножечко отвлечься. Но также там есть и навыки, связанные с какими-то базовыми академическими вещами из разряда распознавания различных звуков, музыкальных инструментов, угадывания песни, угадывания мультфильмов. Таким образом, мы тренируем поочередные ответы, мы тренируем четкость вербальных высказываний, так как все-таки Алиса распознает громкие, четкие ответы. И дети прекрасно это понимают. Они прямо настраиваются, выдерживают паузу и дают ответ. Очень четко, очень звонко, очень понятно и очень радуются, когда на заднем плане появляются фанфары, соответствующие как раз верности этого самого ответа. Ну и впоследствии, так как занятие у нас ограниченное время, длится оно 45 минут, мы успеваем вот проделать в основном две этих методики и переходим к выбору призов. Здесь мы также тренируем поочередность, то есть тот, кто первый поднял руку от того, и по часовой стрелке мы идем. Каждый выбирает интересующий его приз, собирает все свои заработанные честным трудом кристаллы и, собственно, подходит ко мне как ведущему занятия. У меня есть определенный банк этих самых призов и происходит такая купли-продажа. Я получаю кристаллы, дети получают свои заработанные призы. И впоследствии мы переходим к завершающей части занятия, где прощаемся друг с другом, желаем различных хороших напутствий на день или на целую неделю. И периодически также я интересуюсь, понравилось ли занятие, и там различными вариантами дети отвечают на этот вопрос, то есть либо присылают смайлики, либо записывают голосовые сообщения, либо кто особенно склонен к именно письменному общению, сообщает о своих чувствах и эмоциях, полученных во время данного занятия. Вот здесь у нас представлено небольшое фотоспровождение того, как у нас это происходит. Презентация транслируется, как видим, на большом экране, всем видно, все сидят в кругу, у каждого ребенка есть своя техника, вот там еще и тьютер даже виден. Вот здесь вот я бы тоже остановился на фотографии, на которой виднеется динозавр, про расширение мотивационных сфер. Как раз-таки то занятие у нас было посвящено обсуждению именно этой категории. Благо, интернет и возможные ресурсы, которые в нем имеются, помогают нам абсолютно различными путями обсуждать темы, в том числе вот, например, в Google есть суперклассный ресурс, позволяющий дополнять реальность, то есть это модели животных, которых можно покрутить, повертеть, посмотреть их реальные размеры. А если еще и постараться, то можно открыть это дело с помощью телефона и реализовать это животное в дополненной реальности, посмотреть, как оно стоит в нашей комнате, на нашем полу, столе и тому подобное. Вот этот фрагмент детям особенно понравился, запомнился. Многие даже просили отправить ссылки на все эти ресурсы, чтобы пользоваться этим в домашних условиях, показывать своим друзьям, знакомым и родителям. Вот тоже здесь очень такой важный и интересный кадр. Один молодой человек помогает другому молодому человеку. Это происходит еще до начала самого занятия. Ребята пришли немножко пораньше. И вот мальчик, который помогает другому, начал отправлять фотографии в чат, печатать сообщения и очень хотел, чтобы ему кто-то начал отвечать. Поэтому вот он нашел себе собеседника и начал ему даже в какой-то момент помогать, чтобы он это делал быстрее и более грамотно. Вот это про то, что коммуникация здесь на самом деле не только в рамках чата и наших сообщений, но она также запускает инициативу и к живой межличностной коммуникации, так как подразумевает какой-то общий интерес, общие возможности. И вот мы видим, во что это в целом вливается. Также мы обязательно проводим сбор данных, чтобы, как я уже говорил ранее, отслеживать наш прогресс. Мы собираем холодные пробы, ну, то есть да или нет, относительно самостоятельности приветствия. Если ребенок сам в необходимый момент написал привет, здравствуйте, или либо любую другую альтернативную форму, подразумевающую приветствие, мы ставим плюсики. И таким образом мы отслеживаем вот эту статистику, улучшается ли самостоятельность, либо нет. Также у нас есть чеклик самостоятельных ответов в чате. Это касаемо вот этого нашего основного формата с заданиями, где я отправляю какую-то инструкцию, и ребят печатают ответ. Здесь мы рассматриваем вариант ответил-подсказка-нет. То есть если ребенок отвечает самостоятельно, соответственно, мы ставим сам. Если необходимо было воспользоваться подсказкой со стороны тьютера, ну, любой, будь то какой-то указательный жест на то, что сейчас необходимо сделать, либо просто помощь в печатании, то это уже подсказка. И, соответственно, если ребенок по какой-то причине совершенно не выполнил задание, мы ставим нет. Также мы уделяем огромное внимание различным проявлениям дополнительной инициативы. Когда дети начинают рассказывать какие-то свои истории, отправлять различные шутки, фотографии, что-то из своей семьи, что-то из своих повседневных дел. Когда ребенок вне занятия начинает что-то печатать в чат, либо отправляет свою фотографию, либо задает какие-то вопросы. То есть это периодически начинает происходить. Вот сколько мы уже там полгода работаем, и появляются новые кейсы, которые демонстрируют, что дети начинают писать уже из дома, пытаются создавать какие-то свои группы, добавлять туда других участников, инициировать общение между ними. То есть такой прям процесс запуска общения, несмотря на то, что от них в тот момент это не требуется, никаких прислов, никаких преподавателей, тьютеров нет. Тем не менее, что-то вот такое происходит. Ну и немножечко поговорим про положительные результаты. У нас такой самый наглядный пример – это мальчик Зори, который учится в младшей группе, то есть это 10-12 лет. Начинали мы с того, что необходимо было постоянное присутствие тьютера, и указательные подсказки, непосредственно помощь в поиске нужных клавиш. Также важно ответить, что он малоречевой ребенок, он, в принципе, не очень хорошо воспринимает на слух, мало говорит, тем не менее, очень заинтересован в работе непосредственно с компьютерами и техникой. Вот. И начиная с такого полного сопровождения, за полгода мы пришли к тому, что он самостоятельно отвечает абсолютно на все вопросы в чате, делает это очень быстро, он делает это одним из, ну, короче, в первой тройке, несмотря на то, что там есть ребята, которые печатают, ну, не побоюсь сказать, что быстрее, чем я, тем не менее, вот он настолько ускорил свой процесс печатания, что, в принципе, идет с ними наравне. Ответы он дает абсолютно грамотные. В случае, если сам находит ошибку и либо ему об этом сигнализирует тьютер, он знает, как ее исправить, он знает, что можно удалить сообщение, можно там перепечатать его заново. Частота подсказок, в принципе, снизилась до 10%. Это отслеживается как раз по чек-листам, которые мы собираем. Также увеличился процент функциональной коммуникации. Если раньше у нас было достаточно много локализаций, непосредственных проявлений, не имеющих именно функциональной связи с тем, что происходит, сейчас он самостоятельно приветствует нас всех, самостоятельно подходит, выбирает приз, потому что он уже прекрасно понимает, как это работает и что ему нужно для этого. Очень сильно радуется, когда получает кристаллы, когда к нему происходит какое-то внимание со стороны тьютеров, учителей, либо других ребят. В общем, является полноценным участником нашего этого процесса. Ну и в целом можно отметить такие вещи, как рост инициативы в общении во время занятий. Как я уже говорил ранее, появляются и новые темы в рамках какого-то конкретного занятия, когда ребята начинают присылать какие-то свои фотографии, 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 которые им нравятся, просят отвечать на их сообщения, просят обращать внимание, просят сообщать какие-то реакции. В общем, начинают тянуться непосредственно к коммуникации со своими сверстниками. И расширение мотивационной сферы, так как мы обсуждаем во многом интересующие ребят темы, так как это все-таки клуб, это не какие-то занятия с жестким принятым направлением под обсуждение может попасть все, что угодно. Приведу еще один пример. Обсуждали мы как-то раз различные там самокаты, скейты и другие штуки, на которых можно кататься летом. Я продемонстрировал некоторые видео с YouTube. Мальчик очень активно начал просить поделиться ссылками на эти видео, чтобы смотреть самостоятельно, показывать своим родителям и друзьям. Хотя, например, до этого какой-то вот особой инициативы прям вот сверх он и не проявлял. Вот. По времени 16 у нас 08. Мы подготовили небольшой интерактив. Собственно, у вас есть возможность почувствовать себя в рамках занятия. Надеюсь, у нас активен чат. К сожалению, я не могу этого видеть. Я так понимаю, что если это все демонстрируется еще в других группах, на других ресурсах, то, наверное, как раз они там смогут тоже поучаствовать. Вот. Давай, наверное, возьмем какой-то самый простой и вот какие-то несколько самых сложных, чтобы не сильно задерживать. Да, хорошо. Если есть возможность. Собственно, да. Есть пять минут. Вы здесь не увидите нашего чата, потому что у нас есть ВК. Я слежу за этим чатом. Если у нас есть вопросы, то я обязательно вам их ретранслирую. Да? Так что, пожалуйста, пять минут у вас есть на примеры. Ретранс. Пожалуйста, сообщите нам, если там поступают какие ответы, чтобы мы могли двигаться дальше. Но, соответственно, здесь вы видите пример. Так как в данном случае мы в чат отправить ничего не можем, все примеры у вас изображены на экране. То есть, как мы задаем вопросы детям, так сейчас и задаем вопросы вам. Надеюсь, каждый из вас заинтересован и может дать ответ. Здесь мы приводим небольшое количество примеров, связанных именно с визуальными стимулами. Ну, то есть, непосредственно фотографиями необходимо посмотреть и дать какой-то текстовый речевой ответ. Также у нас есть примеры более сложных, так сказать, даже ребусных занятий, которые мы периодически применяем также и в рамках нашей группы, но немножко более понятным и простом уровне. Так, например, вот это. Это я отгадала. Например, вот это. У нас просто небольшая задержка в ВК, и поэтому нам надо какое-то дать время людям, чтобы они дали ответ. Пока что я ответов не вижу. Видимо, вы поставили в тупик наших слушателей. Ну, все-таки тут как бы важно именно увидеть, как и что мы делаем. Верим, что ответы каждый из наших слушателей дать все-таки смогут. Может быть, не так быстро. Да, появились ответы. Трое в лодке, не считая собаки. Отлично. Музыкальный инструмент. Это предыдущий слайд, да, который вы показывали. Давайте пойдем туда. Куинджи. Это ответ, видимо, на первую. Первую. Вот это Куинджи. Музыкальный инструмент. Кубыс был еще ответ. Куинджи, Куинджи. Это варган. Варган, да. Ну, видите, кубыс. Куинджи, Куинджи. А какой ответ правильный? Это Куинджи, да. Екатеринбург. Много ответа в Екатеринбург. Верно. Ну, как видите, мы с этим соответствуем нашей теме. Мы слушатели с задержкой, но все-таки цифровая доступность нас спасает, и наша трансляция в ВКП с задержкой надает нам правильные ответы. Так, а как же, какую-нибудь песню-то отгадал? Сейчас вот я жду пока вот на песню. Так, уважаемые слушатели, кто отгадал песню? Ну, вероятно, у меня тоже. Так, Леди и Бродяга. Это про мультик, да. Это правильный ответ. Так. Есть вопрос. Дети точно с этим справляются? Ну, это конкретно то, что мы подготовили для вас. Для вас, да. Конечно, прям такого уровня мы детям не даем. Хотя, уверен, что старшая группа, кстати, где у нас ребята 14-16 лет, про которого сегодня было написано, практически ничего не сказано. Впоследствии, может быть, мы что-нибудь расскажем про них. Я уверен, что они бы справились с этим заданием. Ну, нет ответа на вопрос, вот на этот вот вопрос. Пожалуйста, коллеги, кто у нас в чатах? Родители, может быть, есть дети. Какая песня зашифрована с помощью смайликов? Александра, давайте, это может быть в вашем... Неужели нет правильной версии? Может быть, я ее просто пропусть? «Миллион алых роз» Алла Пугачева. Верно. Этот ответ пришел. Все, да, у нас много ответов «Миллион алых роз». Молодцы. Все справились? Значит, последний, на чем останавливаюсь, это был «Леди и бродяга». Это и правда он. Давайте попробуем дальше. Здесь проще. Так. Сейчас мы подождем несколько секунд задержки нашей трансляции. Я надеюсь, версии появятся. Пока версий нет. Может быть, присутствующие у нас в аудитории скажут, у нас уже здесь есть люди. У нас есть правильные ответы. Я слышу ответ «Зеленоглазая такси». Это правильный ответ. У нас следующих спикеров. Я слышал сказку. Какой фильм зашифровывать с помощью смайликов? Напишите название. Так. Ну да. Наши спикеры очень хорошо ориентируются в когнитивной, коммуникационной, цифровой доступности. Они сразу выдают ответ, можно сказать, громко. Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука. Это неверно. Хорошо. Мы практически с вами уже подождем. Так. Есть у нас еще ребусы. Бриллиантовая рука. Молодцы. Наши слушатели тоже дают правильный ответ. Так. И какой фильм зашифрован с помощью смайликов? Напишите название. Это последний, да, у нас ребус? Ну, сам буквально, да. Ага. Мы заканчиваем. Так, давайте. Ну-ка. Ну, я сама уже догадалась, конечно. Ну, давайте мы дадим возможность нашим слушателям ответить на этот вопрос. Карты, деньги, два ствола, конечно. Да, да. Какая песня зашифрована с помощью этого смайлика? Пока у нас нету ответов от слушателей. Это один из самых сложных, честно говоря. Да. Вот я, например, и сама затрудняюсь. Какая боль. Аргентина, Ямайка, пять моль. Абсолютно верно. Это группа Пятница. Какая боль. Помогу. Хорошо. Это группа Чаев, насколько я знаю. Ну, Пятница перепевала, насколько я знаю, тоже. У нас уже музыкальный диспут. Именно такие вещи происходят в группе Кибернетика как раз, когда начинаются дискуссии. Итак, какой фильм зашифрован с помощью смайликов? Это последний. Это последний, да. Так, у кого-то есть возможность взять главный приз? Кому же отправится главный приз у нас сегодня? Так, посмотрим, что нам отвечают в чате. Ешь, люби, молись. Ешь, молись, люби. Совершенно верно. Ешь, молись. Отвлекли от такого большого количества теоретической информации, которую сегодня просто наши слушатели получают в огромном объеме. Очень здорово, что мы смогли устроить все-таки интерактив, который нам не очень давался в первой половине дня, но зато сейчас мы к нему вернулись. И все наши технологии, да, телефоны, гаджеты, компьютеры помогли нам в том, чтобы мы смогли действительно интерактивный формат устроить. Видите, как это здорово. Мы завершаем наш блог по цифровой доступности, и вы видите, какие интересные практики были сегодня представлены. Если Ольга рассказывала нам о социальной сети, да, ребят с действительно сложными нарушениями, маловербальных, невербальных, да, в которые устроена возможность общаться, обмениваться картинками, то вы рассказали о другой группе, да, ребят с аутизмом, которые должны обладать определенным набором навыков для того, чтобы участвовать в вашей группе, да, более высокофункционирующих ребят, но тоже испытывающих не меньше, а может быть, иногда и больше коммуникационных сложностей, да, потому что уровень социального взаимодействия далеко не всегда коррелирует с интеллектом, а иногда и вообще не коррелирует. Вот, и всем нашим детям нужно учиться коммуникации, и гаджеты нам в этом очень помогают. Спасибо вам большое, друзья. Я думаю, что вы нам тоже, если скинете какие-то материалы, которые у вас есть в чат, да, мне пришлете WhatsApp, я его обязательно ретранслирую, это все в нашу трансляцию в ВК. Может быть, вы пишете какое-нибудь методическое пособие уже, и когда оно будет, мы с удовольствием тоже его разместим и представим нашим слушателям. И я желаю вам успеха, желаю успеха нашим детям, которые у вас занимаются и развивают свои коммуникационные навыки. Спасибо вам большое. И мы рады тому, что фонд «Искусство быть рядом» придумал такую замечательную группу, да, и вы ее реализовали, и это действительно помогло очень многим ребятам научиться общаться с помощью вот такого вот привычного для нас, но необычного для них способа с помощью гаджетов. Спасибо большое, Калина. Очень много благодарности в трансляции, очень много спасибо и пожелания продолжать вашу деятельность, что было очень интересно. А мы с вами сейчас устраиваем последний небольшой перерыв, буквально 5-7 минут. Давайте мы продолжим в 16.25. Последнюю практику мы представим. Я расскажу об этом поподробнее после перерыва. Это будут педагоги нашей Школы Федерального Ресурсного Центра. И когда вы вернетесь, я вам их представлю, и вы увидите еще одну очень интересную грань доступности, которая применяется именно в школьном обучении. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И через 5 минут мы продолжим. 5 минут перерыва.